Говоря, если вам нужно уничтожить восточный побережье Соединенных Штатов, либо там еще что-то, это вот известный Сахаровский сценарий, это можно сделать. Иногда возражают, там, воды не хватит и так далее. Ну, тогда землей засыпать. То есть, он предлагал на дне Атлантического океана, да? Или Тихого океана? Ну, да, то есть, любого. Потому что единственная сторона, которая неуязвима по отношению к этому сценарию, Россия, как обычно. А все остальные, ну... Не дотянутся ручки. У побережья Китая, у Японии, у Штатов. Европа вообще говорит не о чем, если в северное море в южную часть положить, взорвать там 300 мегастрон. Страшно себе представить, чем будет. Поэтому война именно по этой причине невозможна. Хотя два таких взрыва уже было проведено. Значит, один вот в Индийском океане и Фукусима. Явилась результатом этого взрыва. Остановка 50 блоков. Эксперименты? Нет, ну, значит, в Индийском океане это был, по-видимому, эксперимент. Там 300 тысяч человек погибло. В Фукусима это нужно было просто из-за недостатка топлива после прекращения программы ВОУ. Поставки обогащенного урана в Штаты, которая завершилась в 2013 году. Как раз накануне этого взорвали, чтобы 50 блоков остановить. Потому что иначе надо было останавливать 50 блоков в Штатах. То есть, эти страшные цунами, они, по-вашему, имеют искусственные? В Японии от сравнительно небольшого цунами, и говорят, что внутри ядерного блока дизельный генератор вышел из строя. Это для детского сада. Если вы бывали на атомных станциях, видели, как там все устроено, на улице машинки стоят, не перевернулись, а дизельный генератор разрушился внутри защищенного бокса. Это я даже не знаю, для кого сказки. Поэтому это совершенно... Значит, искусственное происхождение этих волн... Естественно. Тем более, что и французы, и немцы зафиксировали. Недавно мне передали осциллограммы, эти, сейсмограммы. Три сейсмограммы. Первая. Сейсмограмма после ядерного взрыва. Вторая сейсмограмма классического землетрясения. Она немножко разгоняется от ядерного взрыва. Всплеск, и потом практически ничего нет. И фукусимская. Всплеск, и потом землетрясение. Там тектонически опасный район. То есть, она настолько четко показывает, что там сейсмика была инициирована взрывом, просто некуда деваться. То есть, американцы взорвали бомбу. А что можно было сделать еще? Где взять 50 блоков? Есть только во Франции. Но остановить 50 блоков во Франции не получится. А в Штатах, в восточной части, остановить 50 блоков, в которых, так сказать, электроснабжение в основном от них происходит. Это в страшном смене. А скажите, если все так очевидно, что японские интеллектуалы не знают об этом? Знали, верхушку, безусловно, знал. Ну, куда деваться? Иначе это... Потому что рухнули бы Штаты. Представляете последствия? Страшно вообще подумать, что произошло. Нет, ну вот вас так послушать. Конечно, я не верю ни в какие моральные ценности тех, кто, так сказать, управляет Соединенными Штатами. Здесь нет никаких сомнений в их абсолютной моральности. Понятно. И 11 сентября, да и, кстати говоря, с полетом на Луну, мне все достаточно здесь понятно. Но вот таким образом взрывать глубинные бомбы и вызывать такие страшные последствия... А какие там страшные последствия особенно? Нет, но речь идет о тысячах просто убитых. Это же геннадзор. Ну, если чуть раньше убили 300 тысяч человек после взрыва в Индийском океане, а если, так сказать, демократические формы правления умерщают огромное количество людей, об этом все забывают. То есть надо сравнивать... Вот сегодня этот вопрос очень сложный. Сейчас, так сказать, не время его подробно обсуждать, но тем не менее тенденция элиты современного мира, она стремится к сокращению численности населения. Любым способом. А, так сказать, центр этого современного мира Соединенных Штатов нужно любым способом удержать. Это понятно, потому что элит все теряет иначе. Это держат. Поэтому что такое, так сказать, какое-то количество неких японцев ради спасения Соединенных Штатов? Да никто это даже обсуждать не стал, я уверен. Это, кроме того, факт состоявшийся. Поэтому тут просто деваться некуда. 50 блоков надо было остановить, потому что за счет программы ВОУ-НОУ в Штатах работало 50 блоков. Ровно столько есть в Японии. Их остановили. Сейчас Япония подвывает, чтобы ей разрешили хоть что-нибудь включить. Скорее всего, будут на Украине останавливать. Система провокаций. Ну, естественно, потому что деваться некуда. Энергетическая ситуация настолько острая, что сейчас возможны любые решения. Ну вот, исходя из Ваших слов, тема Боингов... Должна быть. А вот Кузькина мать, которую Вы сказали, это весьма символично. Недавно я встретил... Мне так периодически мои друзья присылают некие материалы. И я прочел очень интересную информацию о подводной лодке на УТИ, подводной лодке, которая называется Подмосковье. Вот посмотрите просто в интернете. И американцы удивлены, озабочены ее появлением, потому что у ней внизу прикреплен батискав, который может погружаться на глубину до 6000 метров. Зачем? У меня очень большое подозрение, что к сценарию Сахарова начинают относиться серьезно. Потому что такого типа бомбу сегодня могут сделать очень многие. А в крайнем случае решение этого вопроса, решение глобальных проблем в мире с помощью этого сценария, это самый продуктивный путь. Зачем строить танки, самолеты, которыми никому не нужны? Советский Союз один раз на этом разорился. Сделали эту бомбу, отвезли, ухнули. Причем это экологически чистый сценарий. Если вы будете ракетами кидать, туда нельзя будет больше прийти, вы все заразите. Потому что мощная бомба, она грязная. Там делится уран-238. И она очень грязная. Причем огромное количество тонн делятся. И заражение местности будет сумасшедшим. Зачем это? Взорвали в воде, выплеснули воду, утопили. И вся грязь осталась в воде. Экологически чисто и бесплатно. У меня такое впечатление, что люди начали очень серьезно думать об этом сценарии. То есть речь идет о том, что это такая контрольная система, которая не позволит политическому руководству Соединенных Штатов и Олл-Стриту, который руководит этим политическим руководством. Потому что представляете себе угрозу? Там же все Рокфеллеры погибнут. Да, да, да. А здесь все Ротшильды погибнут. Это раздопустимо. Хотя они активно зарываются тоже в землю и в бункеры. Они-то безусловно. Но их-то трогать нельзя. А тут никто не выбирает. Тухнут и все как один. Будь ты бомж, будь ты Рокфеллер. В одинаковой ситуации. Это страшно. Крайне интересная информация. Значит, лодка называется наша Подмосковье. Подмосковье. Посмотрите в интернете. Меня это дело тоже. Зачем бы тискав, который на 6000 метров опускается? То есть не зря в Москве существует проспект Сахарова. Да, безусловно. Это предложение было глобальным. Благодаря этому предложению не было войны и до сих пор нет. Потому что этот Дамоклов меч висит. Над этим островным государством, островной цивилизацией. Над кем угодно, кроме России. Это тоже показательно. Крайне интересно. Продолжение следует.